Твоё толщенный лёд! Толщенный! Вот такенная игла! Пройти нам километр. Ну, меньше уже метров 900 осталось. Ёб твою мать, а! Антоха, я ещё ни одного не поймал. Он уже штук 5 наловил. Уже жарить надо рыбу, а он всё ловит, блин. Друзья, всем доброго времени суток. Заказал себе с Алиэкспресса шуруповёрт. Пришёл он мне вот в такой коробке. Заказывал я специально такой комплектации. Сейчас я немножко расскажу фишки, какие в нём есть. Немножко вам покажу, расскажу, что вообще, в какой комплектации он мне пришёл. Значит, сразу в комплекте, вот я смотрю, идёт... Я такую комплектацию заказывал, вот, чтобы был чехол-утеплитель. Чехол-утеплитель для аккумуляторных батарей. Вот, сам шуруповёрт. Сам шуруповёрт фирмы NANWAY. Он очень мощный. 120 ньютонов. Этого вообще просто за глаза хватит. Такой довольно-таки тяжёлый. Вот, я много обзоров смотрел про него. Есть минусы, но они поправимые, конечно. Я знал, что так будет. Батареи, значит, идут две штуки. Два комплекта. Значит, ёмкость батареи 30 тысяч миллиампер. Вот, это максимальные, значит, максимальные такие батарейки. Две их, я думаю, хватит надолго. Вот, фишка, вот, одна небольшая такая фишка в том, что у зарядника, вот, зарядник, да, идёт, можно одновременно заряжать сразу две аккумуляторных батареи. Вот, такая фишечка небольшая. Значит, ручка идёт. Сейчас немножко про ручку расскажу. Значит, вот такая вот ручка. Крепится она с разных сторон. Можно с этой стороны крепить, сверху и с другой стороны. То есть, сейчас закручу её. Так, ну вот, закрутил. Сама конструкция, самая ручка идёт, она, когда зажимаете, как клещи. Она зажимает, как клещами. Но, есть большой минус, когда даже сильно зажмёте, она будет у вас болтаться. И может слететь при бурении лунки. Вот, но здесь есть у этой ручки ещё одна фишка. Чтобы у вас не слетала ручка, я думаю, вот эта уже лишняя. Может быть, где-то в домашних условиях можно что-то сделать. Ну, применять вот этот клещевой механизм. Но здесь есть, вот это, я думаю, намного надежнее будет. Здесь есть вот тоже отверстие с этой стороны и с этой стороны. Просто закрутить по резьбе и всё, он прям вот, всё, у нас не шатается, всё нормально. Вот. Значит, сейчас проверю сам шуруповёрт. Всё работает. Зарядка полная батарейки. Плюс идёт осветительный фонарик. Ну, то есть, подсветка. Вот, сейчас проверим батарейку. Тоже полная. Три деления. Здесь, не знаю, видно на камеру, нет. В общем, здесь три деления. Полная заряженная батарея. Ну, вес такой нормальный, приличный. Думаю, в этом сезоне с ним проблем не будет. Хотелось бы, конечно, чтобы он порадовал. Буду проверять его, когда уже более-менее толстый станет лёд. Хотя бы 20 сантиметров. Скоро у нас морозы. Ну, хотелось бы, конечно, на первый лёд взять его с собой. Просто попробовать, что это вообще такое. Ну, надеюсь, он меня не подведёт. Ну, и кому интересно, сколько он стоит. Не больше 10 тысяч отдал. Быстро пришло. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну, вот, друзья, я приехал с товарищем на озеро. Сейчас будем смотреть толщину льда. Буду бурить новым шуруповёртом. Сейчас ноябрь месяц. Значит, очень большое озеро, но оно мелкое. Наверное, сильно далеко не будем ходить, так как лёд у нас не сильно толстый. Ну, хотя должен быть уже сантиметров хотя бы 7. Сейчас будем тестировать. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, тут у меня такой шнек. Моровский старый бур. Давно я его покупал, лет 5 назад, наверное. С ферическими ножами. И вот такой переходник. Ну, это как бы самодельный. Я у человека одного брал. Не помню, с какого города. Тише да гладь. Ключу. Первый раз пользуюсь именно этим. До этого я пользовался, там у товарища был шуруповёрт. Не знаю сейчас, как этот себя покажет. Не, я тебя понял. Нужно переключить правильно. Эй, эй. Всё, он болтается. Ебать, нахуя вам мощный? Вообще про лёд, смотри. Офигеть, что, 20 сантиметров, что ли? Так, ну что, у нас глубина-то какая? Ой, толщина. Сейчас замерим. Примерно. Ох, нифига. Вот такой вот толщенный лёд. Толстенный. Вот такенная игла. Ну-ка. Вообще меньше, да? Ну сколько сантиметров там? Я же говорил, здесь мелкое озеро. Надо туда идти. Айти нам километр. Ну меньше уже метров 900 осталось. 800. Мы же не сдаёмся? Не, мы сейчас будем потихоньку продвигаться. А так что, если здесь провалишься, здесь по колено. Твоё единство. Максимум ты наберёшь в сапог воды и всё. Оказывается, мы здесь не первые. И вон, следов сколько. Вон, куда-то сюда пошли. Я думал, мы первые открыватели. Вон, куда-то сюда пошли. 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 два таких окунишки ну жарить как раз на сковородочку ну вот поставили палатку это моя старая палатка однослойная вот ну и мне принципе хватает вдвоем троем можно уместиться если газовую горелку с собой брать в качестве печки не вполне тепло все погнали рыбачить у нас поднялся ветер мы установили палатку как бы лунки рабочие здесь попробую так там нормально мощный крутит юб твою мать а антоха я еще ни одного не поймал он уже штук пять наловил уже жарить надо рыбу а он все ловит блин у меня нифига что не работает причем мы это самое о антоха блин хорош блин издеваться надо мной блин ну вот ты мне дал смотри вот такой вот кстати вот такой же маленький какой карабинчик они он не мешает я даже поводок убрал блин елки палки еще ни одного не видел не почувствовал да ну нафиг они они скорее всего тут стоят блять о-о-о-о-о-о-о есть блин нормально ну хоть маленький ну нормально пожарить я думал это не рабочий баунсирую дать подошли слышь ну ты прям big fish блин прям лита огромнейший а как по-английски лед и тут айс маленький сильно маленький так ну вот наша основная цель была это немного половить окуня и почистить потом пожарить он он плохо занялся смотри как ты его разделываешь ты так что ты разделаешь вдоль хребта быстренько и чётенько удалить жабры след за ними уходит все остальное а зачем жабры то что можно вот так сделать чтобы не было лишних частей просто это дело удаляем и будет очень хорошо жарено очень вкусно так в нашем случае нужно будет мне кажется делать вот так вот разделить окно они конечно мы чешуи не будем снимать не зачем это как говорится классика есть один повторяем тоже с другим капризным элементом по названию икра есть да чуть-чуть икры мне кажется штучки 3 будет с икрой так ну хребет я думаю тоже нужно будет удалить так ну и самый маленький последний остался ну опять же сделаем по той же самой схеме вот так вот икра целая ну а вот она желчь вот она она целая мы ее просто удаляем да если она ровно если она лопнет то будет горько вот а предыдущий вариант мы его не видели так ну все начинаем жарить жарим со стороны чешуи мука принадлежит для того чтобы удалить лишнюю влагу она впитывает ну все ждем ну первая партия готова у нас все не поместили сейчас еще дожарим вообще ништяк сейчас вторая партия пойдет вкуснотища будет свежие окунь только что изломки я считаю что мы рыбалку зимнюю открыли плюс еще пожарили окунь из палатки хорошо что я взял с собой палатку что может быть лучше синей рыбалки в палатке и жареным окунем это самая лучшая рыбалка ништяк рыбалка удалась что-то поклевывает поклевывает так я же говорил сейчас о есть есть нажареху все я сошел вот сука у меня причем прикол короче тут у меня ушко оторвалось на мормышке и она вот здесь вот просто ходит привязанную за счет вот этого как его за счет держания самого самого силиконового опарыша короче держится ушко понял так ну мы еще 6 штук поймали вот последнего отпускаю вот 5 я отпустил нам они не нужны мы уже рыбы наелись себе взяли пошел пошел все будем заканчивать рыбалку ну друзья как а так мы порыбачили открыли зимний сезон удовольствие получили половили немножко окуней пожарили остальных отпустили вот что я хочу сказать про этот шуруповерт особо много пока я не хочу говорить потому что я его еще не понял но есть минусы я буду его в процессе всей зимней рыбалки тестировать посмотрим как он себя поведет уже ну как бы я знал что эта ручка она никуда не годится я знал и знал на что я иду что я покупаю потому что на видеороликах на тестах все говорили что вот эта ручка она болтаться начинает ее начинает усиливать хомут ставят то есть я попробую тоже это все сделать усилить хомут поставить ну зима у нас длинная буду тестировать батарейка еще не села у меня как я говорил что у меня в комплекте две штуки идут я думаю двух батареек мне вполне хватит но так то он сам по себе мощный пригодится в хозяйстве дома что то там какие то ремонты делать что то там прикрутить открутить вот ну так он мощный хороший вот будем дальше тестировать будем смотреть я попробую когда будет толстый лед потолще лед ну хотя бы сантиметров 20 попробую уже его наглядно протестировать для всех классов потому что вот этот с алиэкспресса шуруповерт ой капец у нас короче ветер поднялся сейчас надо будет палатку собирать не знаю как будем собирать вот что я хотел сказать про алиэкспресс ну как бы достойный в принципе достойный шуруповерт ну будем посмотреть ну все друзья не забывайте подписываться на канал также я как и говорил что оставляю ссылку в описании это шуруповерт всем пока всем счастливо до следующих рыбалок